приветствуем вас в литературном салоне леди гуру все книги которые мы читаем салоне предназначены для увеличения мудрости и познаний о мироздании и человеке в нем для духовного развития и самосовершенствования мудрость заключается в постоянной необходимости познавать новое и в благодарности каждому мудрецу философу писателю гуру за его мнение и опыт отсутствие критической оценки признак духовного роста и высокой культуры но делиться мыслями о прочитанных идеях в произведениях важно это условия посещения литературного салона леди гуру и сегодня мы читаем парамаханса йогананда книгу карма и реинкарнация утерянное и возрожденное знание парамаханса йогананда любимый автор стива джобса один из первых кто принес учение йоги на запад автор мирового бестселлера автобиография йога откуда берутся проблемы и как с ними справиться существует ли на самом деле рай и ад можно ли освободиться от постоянных перерождений какова цель нашего существования давайте читать дорогой читатель карма смерти реинкарнация это таинственные темы с точки зрения большинства чем лучше мы это понимаем тем богаче и осмысленнее наша жизнь в этой книге изложены слова великого учителя йоги парамаханса йогананды чьи сочинения основаны не на домыслах а на внутреннем постижении истины закон кармы что такое карма если мы соглашаемся с законом причинно-следственной связи в природе законом действия и противодействия физики разве нельзя не верить что этот физический закон справедлив для всех человеческих существ разум понимаемый как основа всего сущего подводит нас к следующему вопросу неужели люди не повинуются естественному порядку вещей поэтому существует закон кармы что посеешь то и пожнешь если ты посеешь зло то его же пожнешь как страдание а если ты посеешь добро то его же пожнешь как внутреннее счастье чтобы понять карму необходимо осознать что мысли материальны в конечном счете сама вселенная состоит не из материи а из сознания материя более зависимо от силы мысли чем это представляет себе большинство людей воля сознательно направляет энергию а энергия в свою очередь воздействует на материю впрочем материя это и есть энергия каждый поступок и каждая мысль пожинает соответствующие ей вознаграждение если ты посеешь добро то его же пожнешь как внутреннее счастье человеческое страдание это не свидетельство того что бог или природа разгневались на человечеству скорее всего это признак человеческого равнодушия божественному закону закон всегда безошибочен в своих следствиях бог хочет помочь нам бог знает что душа ошибочно воспринимает свою свободную волю и попадая в дурное общество гибнет в дебрях самовлюбленности он заботится о ней и посылает ей духовную поддержку чтобы она вернулась в лоно божественного и добродетельного образа жизни он помогает душам воплотиться там где они смогут побороть свою карму и освободиться от нее благодаря медитации и мудрости все души на земле это паства бога незримый пастух зорко сторожит их жизнь эта игра проявляйте к ней интерес но никогда не будьте привязаны к ней пусть ничто не задевает ваших внутренних чувств как бы не развивались события помните в них нет ничего реального не уподобляйтесь человеку умершему от сердечного приступа на радостях что наконец-то выиграл в шахматы даже в тяжелые времена потерь близких и неизбежной старости сохраняйте радостный настрой черные квадраты на шахматной доске чередуются с белыми на смену тьме приходит свет горю радость неудачам успех переменные различия неизбежны и поэтому игра по крупному имеет место быть относитесь к ним бесстрастно и никогда не позволяйте им определить что собой представляет ваш внутренний человек правила игры устанавливаются кармой законом причины и следствия сегодня когда психоанализ является предметом всеобщего поклонения люди сами создали себе условия которые вынуждает их винить в своих проблемах плохие влияния других людей жестокость или равнодушие родителей учителей общества кого угодно лишь бы только избежать насущной необходимости в самосовершенствование это всего лишь уловка нашего я которая не желает ссылаться на собственную беспомощность перед лицом трудностей первопричины проблем выпадают из поля зрения проваливаясь подсознательное эти первопричины подавляют нас самих и прежде всего это неправильные поступки которые мы совершили в прошлом если сегодня кто-то плохо относится к нам то именно его мы обвиняем в своем страдании в некоторых случаях мы должны твердо усвоить что боль никогда нельзя пускать на порог нашего сознания если нам изменяет удача мы виним всех вокруг но только не самих себя не вините никого в том зле что атакует вас отвечайте за свою жизнь и любые напасти с которыми сталкиваетесь с непреклонной решимостью делайте все возможное чтобы устранить дурные наклонности собственной природы все недостатки одинаково психологические или физиологические вызванные дурным поведением в прошлом жалость к себе только ослабляет внутреннюю силу и ее нужно побороть скажите себе никаких препятствий нет есть только возможности никого не обвиняйте даже себя осуждение порицание не сотрет прошлого а скорее послужит лишним доказательством что вы зависите от обстоятельств над которыми окончательно утратили контроль ищите бога во внутренней тишине примиритесь с тем что есть и с тем что нужно сделать любую карму можно изменить но только если с сегодняшнего дня вы будете жить полагаясь на сознание души порвитесь диктатом эго она всегда основана на заблуждении астральные миры астральное тело астральная земля видится душе прекрасным садом там она находит одинаково горячий прохладный климат который может управлять по своему желанию подобно тому как современные люди научились отапливать или охлаждать свои дома электрообогревателями или воздушными кондиционерами там есть астральная зима весна сезон дождей и лета в период астральной зимы проглядывают лучи солнца и образуются восхитительно красивые прохладные но не холодные белые перистые облака плывущие над астральной землей астральный снег выпадает тогда когда захотят обитатели астрала и служит главным образом для украшения пейзажа его температура тоже меняется по их воле святые живут в совершенных астральных мирах астральной весной и летом распускаются бесчисленное множество радостно улыбающихся небесных цветов они растут на почве прозрачного морозного и золотистого цвета цветы распускаются и одни сменяют другие бесконечным разнообразием смешанных красок по желанию астрального садовника эти цветы никогда не умирают они просто исчезают или меняют свой цвет когда он им надоест в астральный сезон дождей водяные струи орошают золотистую почву издавая неизъяснимо прелестную музыку сфер падая вниз они рисуют на земле цветочный узор так что во время астрального дождя с неба свисает серебристые нити а по астральной земле стелется ковер сотканный из маргариток и розовых лучей цветочные узоры золотистых снопов света украшают улицы застывшие под астральным дождем как и в земной жизни в астральной земле есть рождение смерти реинкарнация только с той разницей что там очень долгая жизнь и смерть но эти перемены не навязываются просветленной душе а только порочным астральным душам когда просветленная душа с любовью вспоминает впечатление от жизни на земле она может снова вернуться назад и пережить жизнь и смерть в физическом мире духовное воскрешение жизнь удивительна жизнь прекрасна вы не обязаны поддаваться гипнозу этой вечно меняющейся картины жизни и смерти вы обязаны созерцать бессмертие это самое радостное чувство которое только можно испытать бог скрывается за луной солнцем и звездами ваша совесть это глаз божий пусть ваши дурные привычки равнодушие и беспокойство слабеют с каждым днем теория реинкарнации вопрос о достоверности реинкарнации всегда вызывал множество споров если теория реинкарнации ложно то вера в какую бы то ни было религию бессмысленно реинкарнация учит что жизнь продолжается и после так называемой смерти тело приходящие но душа живет вечно вечная душа в бренном теле душа не может вернуться к богу пока не достигнет совершенства следовательно когда тело погибает душа должна войти в другое тело чтобы превзойти свое несовершенство тело это обитель а душа его жительница этот земной дом приходящ а душа она же образ духа нетленно поэтому когда тело умирает душа должна перевоплотиться в другой форме где могла бы обрести свое пристанище физические желания души возникают из-за тесной связи души и тела эти несовершенные материалистические привязанности удерживают бесплотную душу и мешают ей возвратиться к духу поэтому бессмертной душе не остается ничего другого кроме как вернуться в школу смертных и только там она сможет искупить свое несовершенство бессмертная душа должна заслужить определенную награду чтобы не растерять силу духа это самоконтроль бесстрастие нравственность невозмутимость и духовность причем душа должна пройти все ступени земной школы чтобы освободиться дети бессмертной души приходят в кинотеатр жизни чтобы активно творить или пассивно наблюдать ее картины совершенной невозмутимостью пребывание в мире без духовного руководства делает человека тяжелым и приземленным как сказано в древнеиндийском тексте хагават гитте чьи великие идеи применимы как жителям запада так и к жителям востока дела которые радуют бога это высшая цель как дети бога с бессмертной душой мы не должны соблазняться плодами своих дурных дел так как в противном случае снова вернемся к нежелательной жизни на земле наш дом повсюду это благословенное царство небесное где нет ни болезней ни страданий но это не карабан сарай нашей земли куда мы приходим чтобы развлечься однажды будет сыгран последний акт этой земной драмы и мы начнем психологически готовиться к возвращению домой 200 миллионов индусов 500 миллионов китайцев миллионы японцев а также представители многих других национальностей верят в реинкарнацию пифагор выдающийся поэт эмерсон такие бизнесмены как генри форд и всемирно известные ученые как например томас эдисон и лютер бюрбанк все эти люди верили в реинкарнацию иисус великие учителя индуизма также знали и соглашались с учением о ней иисус христос сказал но говорю вам что или я уже пришел и не узнали его тогда ученики поняли что он говорил им об иоанне крестители от матфея 17 12 13 мы видим в словах иисуса четко сформулированный закон реинкарнации пророк или я был душой воплотившийся в теле когда его тело умерла душа вознеслась на небо и затем вернувшись на землю для дальнейшей реинкарнации воплотилась в теле иоанна крестителя о чем еще может говорить эта цитата как не о возрождении души пророка или и в теле иоанна крестителя в главе 3 12 откровения читаем побеждающего сделаю столпом в храме бога моего и он уже не выйдет вон побеждающий плотские желания станет непоколебимой душой столпом в доме где обитает бог и ему не придется снова возвращаться на землю в польских земных свершений в главе 27 откровение сказано побеждающему дам вкушать от древа жизни которая посреди рая божия побеждающий плотские желания уже не придет на землю вкушать кисло-сладкие плоды земной жизни но будет радоваться богу или древу жизни которая вовеки будет стоять в раю вечной жизни и божественного счастья в величайшем тексте индуизма читаем я высший дух воплощаюсь снова и снова чтобы освободить добродетельных подобно тому как человек снимает себя рваную одежду и облачается в новую также душа покидая ветхое тело переходит в новое жилище плоти те кто в прошлых жизнях приобрели богатство здоровье процветание мудрость или духовность уже в начале этой жизни обладают особыми преимуществами аналогичным образом те кто по собственной неосторожности впал в нищету стал жертвой болезни и равнодушия в самом начале этой жизни столкнуться с похожими проблемами это закон действия который диктует что в этой жизни человек пожнет то что посеял в прошлый этот закон мудр и справедлив он снимает с бога обвинения людей что он деспот создавшие одних здравомыслящими а других идиотами просто ради разнообразия этот закон действия объясняет очевидные несправедливости в самом начале человеческой жизни к тому же он дает надежду так как грешник грешен не потому что родители привели ему греховной наклонности а потому что грешил в прошлой жизни поэтому и родился в семье грешных родителей людей которые ведут беспорядочный образ жизни и при этом надеются после смерти стать ангелами ждет разочарование утром просыпается тот же человек что и вчера соответственно после смерти греховные или добродетельные души остаются теми же самыми мы должны бороться за свое здоровье стремиться к благополучию мудрости это хорошо что мы не помним трудные эпизоды в школе прошлых жизней потому что наверняка не захотели бы опять поддаваться гипнотическому обаянию этих трудностей если бы мы помнили все невзгоды которые пришлось пережить в прошлых жизнях у нас пропала бы всякая охота снова быть добродетельными либо мы просто устали бы от постоянного повторения или бессилия что-либо изменить когда того хочется если бы мы помнили дни своего детства молодости и старости наверняка не захотели бы снова возвращаться к лукавому озорству детских лет комедиям юности и трагедиям старости только подумайте какое благо это реинкарнация она разбивает в дребезги нашу старую расшатанную колымагу и дарит нам навехонький автомобиль на котором можно попытаться выиграть гонку жизни после своего прошлого пребывания на земле все преступники убийцы люди с дурной репутацией изгои снова могут вернуться на землю в новых формах готовые начать жизнь с чистого листа приветствуемые и ободряемые новыми друзьями на этом мы заканчиваем в завершении прошу вас оставить свои мысли о прочитанном в комментариях какие идеи откликнулись вам больше всего благодарю за прослушивание всем мудрости и добра читала елена ралдугина